Здравствуйте! В государстве Алания 18 часов и в прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева и вот главная тема дня. Заемщикам Сбербанка Южной Сети пошли на уступки. До 15 мая не будут начисляться пенни по просроченным кредитам. Запрет на работу объектов общественного питания и торговых точек. МВД проводит рейды. Радостное событие. 18 семей в Дзавском районе получили ключи от новых квартир. В Южной Сети не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Руководством нашей республики делается все возможное для снижения количества семей, нуждающихся в жилье. В рамках инвестпрограммы в Дзавском районе был построен многоквартирный дом. Также была создана специальная комиссия для распределения квартир наиболее нуждающимся семям. Сегодня в торжественной обстановке ключи от новых квартир вручил глава района Андрей Джиоев. Анжела Кукоева с подробностями. Сегодня 18 семей из поселка Дзаву стали счастливыми обладателями двухкомнатных квартир в новом трехэтажном доме, который был построен в рамках инвестиционной программы. Глава района Андрей Джиоев поздравил счастливых новоселов с получением квартир пожелал их семям благополучия и счастья. В новостройке жилье получили наиболее остро нуждающиеся семьи. Среди них и семья Кучиевых из села Тонто-Бетзавского района. Долгие годы с двумя маленькими детьми они утились в небольшом доме, где не было элементарных условий. Решилась жилищная проблема и многодетной семьи из селения Бузала. У них также никогда не было своего дома, жили у родственников. Между тем семья большая, они воспитывают шестеро детей. И, как рассказал глава семейства, у них не было возможности своими силами построить или купить жильем. Почти 10 лет на очереди за жильем стояла и семья Кукоевых. Их дом сгорел в 2012 году. С тех пор жили в аварийном доме. До сезона попросили, когда мы были в аварийном доме, мы были в аварийном доме. Мы были в аварийном доме, мы были в аварийном доме, мы были в аварийном доме, мы были в аварийном доме. Строительством многоквартирного дома занималась строительная фирма «Шанс». Все квартиры двухкомнатные с площадью более 60 квадратных метров. По словам главы администрации Тзавского района Андрея Джиоева, на очереди за получением жилья еще несколько нуждающихся семей. Их проблема будет решена после сдачи в эксплуатацию новых многоквартирных домов в поселке Дзал, к строительству которых приступили в этом году. В Южной Сети не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако есть граждане, которые находятся на карантине. Эпидемиологическая ситуация в стране на контроле специального штаба по недопущению завоза и распространению вируса на территории республики. Глава государства, главный санитарный врач и специалисты призывают граждан воздержаться от посещений мест массового скопления людей и без особой надобности не выходить из дома. На территории Южной Осетии не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Предпринимаются все необходимые меры по недопущению завоза и распространению вируса на территории республики. На карантин закрыты школы и детские сады, медучреждения, магазины, рестораны и развлекательные центры. Вчера были введены ограничения и на выезд в Российскую Федерацию. Правоохранительные органы республики предупреждают жителей об ответственности за нарушение карантинных мероприятий, которые власти ввели в республики. Председатель комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения Марина Кочева отметила, что сотрудники комитета совместно с МВД, прокуратурой и пограничной службой КГБ республики постоянно отслеживают ситуацию. По состоянию на сегодняшний день не выявлено ни одно лицо, нет ни одного подтвержденного факта лабораторного, что кто-то болеет коронавирусной инфекцией. Мы проводим лабораторные исследования и вчера мы провели 10 анализов и все они были отрицательные, к счастью нашему. Главный санитарный врач страны Марина Кочева призывает граждан соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, придерживаться мер самоизоляции и не наводить панику. Выполнять надо все наши рекомендации, наши требования, наши предписания, вот их надо обязательно выполнять. Я бы хотела, чтобы наше население лишний раз не будоражило себя непроверенной информацией. Мы достаточно часто выступаем в средствах массовой информации. За распространение ложной информации Генеральная прокуратура Южной Осетии будут приниматься меры административного взыскания. Если бы мы знали, кто вот такие слухи распространяет, то это вообще-то административное наказание следует по отношению к такому лицу. Хочется, я так думаю, до уголовной ответственности. В Комитете по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения работает горячая линия. Позвонив на номер 805-88-96, жители республики могут получить достоверную информацию об этимиологической ситуации. В обязательном порядке на горячую линию должны звонить и лица, прибывшие в республику из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Эльвиря Тибилова, Рауль Кочев, Зари Марсоева. Информационный выпуск сегодня. Сегодня президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что выходная неделя, объявленная ранее, позволила выиграть время для действий против эпидемии, однако ее пик, в том числе и в России, еще не пройден. В своем обращении он объявил о продлении выходных до конца этого месяца. Нам надо понимать, что угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим, мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну с сохранением заработниками их заработной платы. С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения. И если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения. Правоохранительные органы реализуют мероприятия, предусмотренные постановлением правительства по предупреждению завоза и распространения на территории республики коронавируса. Участковые полномоченные милиции предупредили индивидуальных предпринимателей об ответственности за нарушение карантинного режима. Они расписались, что обязуются на время карантина приостановить работу своих торговых точек и объектов общественного питания. Как защитить себя от вируса и обезопасить своих родных во время карантина? Информационные листовки уже расклеены по городу. Сотрудники МВД проводят ежедневные рейдовые мероприятия. В ходе профилактических рейдовых мероприятий сотрудники милиции обошлись с кафе, столовой и ресторанами республики, а также объекты торговли и письменно уведомили их владельцев о ряде ограничений, которые действуют во время карантина. Запрет на работу объектов общественного питания за исключением работы на вынос и торговых центров за исключением продуктовых и аптечных объектов, магазины которые реализуют детское питание, предметы бытовой химии и личной гигиены. Во время рейдовых мероприятий участковые уполномоченные УВД по городу Схинвал составили административный протокол в отношении владельца одного из кафе столицы, который не выполнил законное распоряжение сотрудника милиции. Материал по данному факту направлен в комитет по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Письменно уведомлены и владельцы аптек республики. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями предупредили об их ответственности за необоснованное завышение стоимости лекарственных препаратов. Кроме того, согласно постановлению правительства, МВД будет контролировать соблюдение лицами, прибывающими в республику и стран с неблагоприятной эпидситуацией режима самоизоляции. Оперативную информацию о нарушениях будут представлять в комитет по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Елена Газаева, Вида Бестаева, Вадим Габараев, информационный выпуск сегодня. Заемщикам Сбербанка Южной Осетии пошли на уступки. Банк не будет применять штрафные санкции в виде пеник заемщикам, просрочившим дату платежей по кредитам. Ранее они вносили оплаты по кредитам до 15 числа ежемесячно. А в отношении тех, кто своевременно не уплачивал, применялись штрафные санкции в виде пени. Подробнее в репортаже Розы Тедеевой. Сбербанк Южной Осетии не будет применять штрафные санкции в виде пеник заемщикам, просрочившим дату платежей по кредитам. Это касается потребительских, ипотечных и коммерческих кредитов. Уступки введены в соответствии с предпринимаемыми мерами по противодействию завоза и распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Срок ограничительных мероприятий до 13 апреля. Срок же оплаты кредитов Сбербанки до 15 числа ежемесячно. Банк принял такое решение, что несвоевременно оплачивающие кредиты не будут применяться к ним штрафные санкции. То есть в автоматическом режиме все пени будут сниматься. Также вот этот указанный период, он не будет влиять в дальнейшем на кредитную историю. В первую очередь эти меры предприняты для ограничения посещаемости людей банка. Работа налажена согласно новому режиму в условиях карантина. Одновременно в банк запускается ограниченное количество посетителей. За этим следят сотрудники охраны. В местах взноса платежей по кредитам и жилищно-коммунальным услугам не наблюдается массового скопления людей. То есть мы проводим дезинфекцию. В банк мы не запускаем больше трех-пяти человек. То есть и при этом мы предупреждаем посетителей, что необходимо сохранять социальную дистанцию как минимум метр-полтора. Мы делаем два раза в день влажную уборку дезинфицирующими средствами. Кроме этого мы обрабатываем все поверхности, с которыми люди соприкасаются. Обрабатываем ручки, которые у нас в банке для подписания бланков. Кроме этого мы рекомендуем посетителям приходить со своими ручками. Сами сотрудники банка тоже выполняют условия карантина. Работают в перчатках и масках. Периодически обрабатывают руки и рабочие поверхности специальными дезинфицирующими растворами. Председатель Сбербанка также подчеркнула, что введенные ограничения повлияли на сроки выдачи кредитов. Для того, чтобы ограничить посещение людей, мы, соответственно, ограничили и выдачу кредитов. То есть люди, сдавшие документы, они получат кредиты, но с небольшим опозданием. То есть мы распределили просто, чтобы выдавать в день по два-три кредита, чтобы не скапливались люди у нас в коридоре, не скапливались люди на улице. Льготный период Сбербанком установлен до 15 мая. В дальнейшем, в зависимости от складывающейся эпидемиологической обстановки в республике, руководство банка рассмотрит возможность продления срока освобождения от штрафных санкций в виде начисления пений. Роза Тедеева, Альдина Чихоева, информационный выпуск сегодня. К другим темам. Начались сезонные полевые работы. Но из-за нехватки сельскохозяйственной техники аграрии испытывают трудности. Еще одна проблема, с которой столкнулась Министерство сельского хозяйства – это сорняки и грызуны. Они наносят колоссальный ущерб сельскому хозяйству. В Южной Осетии приступили к весенним полевым работам. С раннего утра проводится вспашка полей в Знаужском районе. За день вспахали более 200 гектаров земли. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства, поля засеют яровой пшеницей и ячмени. Всего за несколько дней было засеяно 980 гектаров ячмени и 600 гектаров озимой пшеницы. Фермеры обеспечены специальной техникой, но она часто выходит из строя. Каждый год проблема повторяется. Мы вынуждены стоять в очереди за техникой, а в итоге теряем часть урожая. Кроме того, нет возможности начать весенние полевые работы сразу во всех районах республики. Надеемся, что в этом году проблема с техникой решится. Как отметили в Министерстве сельского хозяйства, все работы планируют завершить к концу месяца. В районах республики проводятся и плановые мероприятия, направленные на борьбу с грызунами. Фермеры обрабатывают почву специальными дезинфицирующими средствами. Проводится и химическая обработка многолетних насаждений, в частности семечковых. Эти работы планируют завершить в течение 10 дней. Стелла Бязарова, Регина Черткоева, информационный выпуск «Сегодня». Далее прогноз погоды на завтра, 3 апреля. Свин depende на завтра, 3 апреля. Свинский хитро. В Знарусском районе пасмурно дождь, днем плюс 14, ночью плюс 4. В Завском районе также будет пасмурно, но без осадков. Днем плюс 14, ночью плюс 4. В городе Квася пасмурно днем плюс 5, ночью нулевая температура. В Ленингорском районе пасмурно пройдет небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 6. В Схинвале также будет пасмурно. Пройдет небольшой дождь днем 14 градусов тепла, ночью плюс 6.